Церковь полного Евангелия Йоудо и самой большой церковью среди всех динаминаций и церквей по всему миру. Она была основана самым великим евангелистом, доктором Йоудо. Церковь полного Евангелия Йоудо не имела великого начала. В 1958 году доктор Йоудо и его будущая теща Чи-Джа-Шо основали церковь в палатке, которая насчитывала всего 5 человек. Доктор Йоудо сам лично пережил чрезвычайную нищету и отчаяние. После Корейской войны он давал людям надежду и воодушевление. Мы можем это сделать. Это возможно. Давайте попробуем. Когда доктор Йоудо молился за больных людей, происходили великие чудеса. Парализованные и хромые люди начинали ходить. Имея небольшое начало, церковь полного Евангелия Йоудо пожала огромный урожай. В 5 человек церковь выросла до более чем 800 тысяч человек. Секретом столь быстрого роста церкви полного Евангелия Йоудо является система ячеечных групп, а также молитвенное движение. Ячеечная система церкви полного Евангелия Йоудо стала откровением не только для церквей в Южной Корее, но также для церквей по всему миру. В результате молитвенного движения была основана Международная ассоциация роста церквей. На молитвенной горе Осанри Чоджа-ши, открытой в 1973 году, была основана молитвенная гора. И с того времени более полутора миллиона людей каждый год посещает это место для молитвы, чтобы увидеть чудеса и силу Духа Святого через пост и молитву. Телевизионные каналы доктора Йонгичо транслируются не только в Южной Корее, но также по всему миру. Программы доктора Йонгичо «Приглашение к счастью», «Мировая миссия сегодня», «Библейские уроки доктора Йонгичо», а также англоязычная программа пастор Дэвид Йонгичо. Доктор Ли Янгун также обещает телевизионные программы, которые выходят по всему миру через спутник и кабельное телевидение, интернет и IPTV. Подобно Иисусу, церковь полного Евангелия Йойдо проявляет любовь и заботу различными способами. В результате цунами было произведено подобное разрушение. Федерация миссионеров и бизнесменов Церкви полного Евангелия насчитывает более 50 тысяч бизнесменов. Обучающая школа Ильям предоставляет обучение и практику. Центр заботы о пожилых людях Ильям предоставляет заботу о тех, кто не имеет дома и постоянного места жительства. Хоспис полного Евангелия заботится о тех, кто обречен на смерть. За последние 28 лет было проведено более 4400 бесплатных операций для детей, у которых есть проблемы с сердцем. Также церковь оказывает поддержку, финансовую поддержку для церкви, которая открывается в новых регионах. В дополнение к этому церковь также оказывает знаки внимания к своим братьям в Северной Корее. Там была открыта больница. Церковь полного Евангелия Йойдо приносит великий вклад не только в развитие непосредственно этой церкви и распространение пробуждения по Южной Корее, но также она послужила основанием для новой христианской культуры. Газета «Семьи полного Евангелия» освещает события, которые происходят в церкви. Телевизионная станция «Полного Евангелия». Международная газета «Кукмин Илбо» освещает все события, которые происходят в корейских церквях. Университет Хансей взращивает международных христианских лидеров. Теологическое семинария полного Евангелия «Янгсан», а также кампус «Янгсан» служат для взращивания молодежи. Доктор Йонгичо с самого начала имел великое видение о служении народам. За последние 50 лет он более 150 раз путешествовал по разным странам мира. Он проповедовал в более 370 городах, в 72 странах. Энтузиазм церкви полного Евангелия «Янгсан» относительно распространения Евангелия не имеет конца. DCM была основана для того, чтобы поддерживать заграничные проекты доктора Йонгичо. Христианский университет Вефезда получил одобрение Департамента образования Соединенных Штатов. Ассоциации церковного роста насчитывают более 18 тысяч лидеров из 180 стран по всему миру. Благотворительный фонд «Добрые люди по всему миру», а также благотворительный фонд полного Евангелия от миссионеров в более чем 73 страны. Мы проповедуем Евангелие и делимся посланием любви с людьми по всему миру, с теми, кто пострадал в результате катаклизмов, голода и других природных явлений. Быстро растущая церковь полного Евангелия Йойдо имела точку невозврата – 21 мая 2008 года, когда доктор Йонгичо передал факел веры пастору Йонг Хон Ли. Это был самый демократичный процесс передачи власти в самой большой церкви в мире. Это стало примером, образцом для подражания для других корейских церквей. Доктор Ли Янг Хун, второй старший пастор в церкви полного Евангелия Йойдо, является теологом и пастором. Он имеет высокий интеллект, а также обладает духовными качествами. Доктор Ли Янг Хун является исполнительным директором в церкви полного Евангелия, а также он смог реализовать все принципы церковного роста в церкви в США благодаря служению и молитве. Доктор Ли Янг Хун делает особый акцент на важности Духа Святого в молитве и евангелизме, так же, как и его учитель, доктор Йонг Вичо. Его первый шаг в восстановлении духовной силы, которая называлась «Утренней молитвой 12 корзин». Это молитвенное собрание посещали более 300 тысяч человек. Эта молитва послужила к тому, что разгорелся огонь молитвы вновь. Следующий шаг был фестиваль радости новой жизни. Во время этого фестиваля 12 600 человек приняли Иисуса Христа. За последние три года доктор Ли Янг Хун сосредоточился на восстановлении духовности, а также на том, что необходимо служить, давать надежду и делиться. В результате этого 19 500 человек были признаны вновь обращенными ко Христу. Это дает нашей церкви большой рост, а также уверенность в будущем. Иисус Христа центра, только кросс-центрированное движение. Господь! 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 движения Духа Святого по всему миру. Доктор Ли Йонг Хун, второй старший пастор, самая большая церковь в мире, будет взращивать церковь в соответствии с верными принципами доктора Йонги Чо, основателя церкви полного Евангелия Йойдо.